Всем привет! Меня зовут Марина Моргунова и вы смотрите полезную программу. Практически каждая женщина любит ювелирные изделия и с удовольствием дополняет свой образ с кольцами и браслетами. Но вот эксклюзивными изделиями последних тенденций ювелирной моды обладают единицы. Что предлагает прекрасным дамам ювелирные дома в этом сезоне? Расскажем далее. Уже в одиннадцатый раз Красноярск встречает неделю ювелирной моды. И только раз в году ювелирные дома демонстрируют новые трендовые коллекции. Коллекция Jazz Age в стиле ардека. Геометрические орнаменты и зигзагообразные элементы. Это передает ощущение динамики жизни и торжества прогресса. Уникальность коллекции Jazz Age и его многофункциональности. Ювелирные шары могут крепиться на базовые элементы как кольца, так и серег. Это позволяет легко и быстро менять свой ювелирный гардероб. Например, вот этот комплект из золота с танцующими бриллиантами. Центральный камень у кольца подвижный. Он будет повторять движение своей владелицы. Или вот такие серьги и кольцо с бриллиантовой дорожкой. Премиальная коллекция Калейдоскоп это быстро сменяющиеся разнообразные цветные узоры Калейдоскопа. Насыщенные цвета драгоценных камней и эмали в сочетании с гладкими золотыми поверхностями делают эти изделия стильными и модными. Ювелирный дом Ремикс Перенсона 23А. Убедить человека расстаться средной привычкой задача порой невыполнимая, тем более в обычной атмосфере или окружении. А вот лечение в коллективе и на свежем воздухе практически всегда дает положительные результаты. И в этом мы лично убедились. Это сейчас этот парень создает впечатление сильного и самоуверенного человека. Но за этим игривым взглядом скрывается тот, кто пережил многократные попытки побороть страшную зависимость. Наркотики. Игорю всего 21 год рассказывает, что впервые попробовал в 11. Причина, как оказалось, банально. Был развод в семье. В 8 лет мои родители пришлось им разойтись. И для меня это был большой стресс. Я таким способом, наверное, стал бунтовать. Я чувствовал себя как каким-то котенком, которым поиграли и выбросили в обратно. А наркотик помогал мне уйти от реальности и перестать думать об этих проблемах. И за дня в день Игорь втягивался. Организм требовал еще и еще. Я позволял себе прийти, начинать снимать, допустим, телевизор из своей квартиры, уносить. И когда на моем пути вставала мать и говорила, посмотри на себя, что ты делаешь. Я грязный, я неопрятный. Я смотрю назад, что у меня нет ни денег, и от меня отказались родители. Все же Игорь нашел в себе силы обратиться за помощью к ним и попал в один из реабилитационных центров. Здесь проводят целый комплекс мероприятий. Ежедневная, групповая и индивидуальная психотерапия, общение со специалистом по химической зависимости, круглосуточное наблюдение, проживание, а также игры и спортивные занятия на свежем воздухе. После лекции ребята отправляются принимать водные процедуры. Большинство ребят, которые проходят через наш реабилитационный центр, остаются трезвые, здоровые, ведут полноценную жизнь, взаимодействуют с внешним миром и устраивают все социальные навыки, которые в процессе мы помогаем им приобрести здесь. Я знаю, к чему я иду. То есть это семья, это материальные блага, это взаимоотношения, как с родственниками, так и просто у меня появились друзья. Я счастлив, я каждый день просыпаюсь, я вижу позитив в этом мире. Ребятам, кто находится в зависимости, которые до сих пор еще страдают, я могу посоветовать только сдаться и обратиться за помощью к тем, кто научился оставаться трезвым. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Оставляйте свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!